Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! В эфире телеканал ТБ-7. Меня зовут Валерий Ставных. Я российский журналист, соучредитель и член российского общественного движения «Майдан без границ». Многие меня в Украине знают, я не раз приезжал сюда, но вы знаете, сегодня меня попросили на этот замечательный телеканал, который называется «Телебачение» 7, да, ТБ-7. И я сегодня впервые нахожусь в такой роли, когда не меня спрашивают на другом канале, известном, популярном и так далее, а я сам сейчас нахожусь в роли ведущего. И так получается, что я сегодня общаюсь со своим старым другом, видите его, это Юрий Шулипа, он директор Международного фонда «Эффективной демократии». Юрий, ну так принято поздороваться. Здравствуй. Приветствую. Привет. Приветствую всех. Значит, мы работаем в такой ситуации, в порядок данный такой у нас. Значит, Юра рассказывает сейчас о том, что он считает нужным сказать о современной политической, экономической, общественно-политической, обычно говорят, ситуации в Украине. Вы заметили, что я говорю «в Украине», да? Вот, а не на Украине. А потом я задаю те вопросы, я вот на бумажку их буду записывать, которые у меня возникнут. А еще у нас присутствуют две очаровательные женщины здесь в студии, вот, и очаровательный мужчина. И если у них возникнут вопросы к Юрию, они также зададут. Ну что, начинаем? Да. Слово, Юрий, и слово тебе. Спасибо, уважаемые зрители. Во-первых, я всем благодарен и в первую очередь, значит, руководству ТБ-7. Вот, всем собравшимся здесь послушать мою лекцию, ну и, соответственно, значит, зрителям, кто смотрит и уделяет свое время, вот, на то, чтобы меня послушать и узнать больше информации о том, что ждет нас в будущем. Ведь моя сегодняшняя лекция, она называется «Украина на пороге перемен». И мы будем говорить сейчас о тех грядущих переменах, которые нас всех ожидают в ближайшем, скажем так, будущем. И на самом деле, действительно, так оно будет. Вот, смотрите, я буду, конечно, говорить не так, как говорят украинские политики или, там, например, российская пропаганда, которая влияет, или еще какие-то иные политические силы. Просто вы сейчас услышите другую, иную точку зрения на ситуацию, которая происходит здесь в Украине. Я полагаю, она более объективная, чем то, что говорят различные информационные источники. И, таким образом, скажем так, это даст возможность к принятию каких-то вами дальнейших решений. Итак, ну, я буду говорить в общем, потому что, смотрите, какая ситуация. Как вот мой профессиональный опыт, так и мое какое-то внутреннее ощущение, оно подсказывает, что мы находимся на пике перемен. Мы дошли до этого пика, и вот почему. Значит, ну, смотрите, вот власти и через телевидение нам говорят, что ситуация экономическая в Украине постепенно улучшается, что вот так и так скоро начнутся реформы, вот, что мы идем, значит, в Европу, скоро будем членами НАТО и так далее. Да, это действительно имеет место быть. Украина идет в Европу, в Евросоюз, как в политическом, так и экономическом плане, и скоро будет, через какое-то определенное время станет членом НАТО. Но проблема здесь на самом деле заключается в следующем, что нам говорят одно, но на практике, в реальной жизни происходит абсолютно другое. Вот, например, вы идете в магазин, да, у вас, скажем так, есть определенная зарплата, вы получаете денежные средства. Идете в магазин, вот, и чувствуете, да, что раньше вы на вашу зарплату могли купить определенное количество продуктов, вещей и так далее. А теперь вам этого не хватает. Почему? Потому что мы все прекрасно видим, что цены потихонечку растут, есть рост цен. Также растут цены за оплату коммунальных услуг. Это тоже имеет место быть. Кроме того, значит, очень часто люди сейчас стали терять работу. Вот, вроде как бы вы работали, был у вас стабильный источник дохода, потом, бац, и работа куда-то исчезла, или, значит, работодатель не продлил контракт, вот, или у вас, значит, скажем так, исчез просто источник дохода и так далее. И вот мы постараемся сейчас в этом разобраться, да, почему так происходит. Хотя, с другой стороны, вы тоже, скажем так, вы понимаете ситуацию, что, говорится, декларируется одно, а на самом деле происходит абсолютно другое. И, кстати, и это тоже самое касается и административных реформ. Ведь нам, как говорят, что уже Украина осуществила 144 реформы. Но вы приходите в больницу и видите, что ситуация абсолютно не изменилась. Как была медицина, ну, скажем так, такого же уровня, как при совке, ну, я не говорю уже о каком-то отношении к людям, тем вот именно вот те же самые коридоры, очереди, невозможность там получения, значит, медицинских каких-то препаратов и так далее, коррупция. То есть, как оно все было, на самом деле, так оно остается. Вот. И, так как вы понимаете, да, что ваши бюджеты снижаются, ваши финансы продолжают падать, то вы понимаете подсознательно, что в стране у нас происходит что-то не так. И, ну, и действительно, мы можем с вами обратиться к официальной статистике. Вот по статистике, значит, я выписал специальные, значит, данные, причем это официальные данные Департамента статистики Украины. Итак, за четвертый квартал 2016 года рост экономики Украины составил 4,6%. Далее, за первый квартал 2017 года 2,5%, второй квартал 2017 года 2,3% ВВП, внутреннего валового продукта. То есть, мы видим, да, что темпы роста ВВП снижаются, что, вот, и эта ситуация для украинской экономики очень-очень аномальная. Но вы также должны понимать, что рост украинской экономики в условиях российской агрессии и экономического развития государства, чтобы Украина не отставала от цивилизованных стран, должен быть минимум 10-12% в год. Вот примерно такой должен быть рост, чтобы Украина буквально в течение нескольких лет смогла догнать цивилизованные страны Евросоюз. И вот теперь мы постараемся, то есть я постараюсь ответить на вопрос, почему происходит такая ситуация. Нам говорят, что это связано с российской агрессией. Да, действительно, не будем спорить, что оборона Украины от российской агрессии действительно у государства занимает достаточно большое количество финансов. Это факт. Но он не такой, скажем так, но это не влияет на то, чтобы развивалась экономика. А ситуация на самом деле заключается в другом, что до, я немножко уйду в историю, что до 2014 года, точнее до 20 февраля 2014 года, это до победы Киевского Ермайдана, Украина фактически была российской колонией. Здесь, на территории Украины, правил российский капитал. И был заключен, скажем так, некий такой негласный консенсус между представителями путинского режима и российскими олигархами. Это с одной стороны и с другой стороны олигархами украинским, что сюда поступают капиталы от российских, да, идет потом отмывка денег, ну вот то же самое, например, как газовые контракты в бытность премьер-министром Тимошенко. А коррупционную составляющую делилась между украинским и российским правящим классом. Вот, собственно говоря, был, как бы, здесь такой консенсус. Значит, когда Украина фактически, ну, частично, да, она освободилась от российского внешнего управления, это вот после победы Евромайдана, то, соответственно, в Украину стали заходить другие финансы, которые сейчас представляют международные организации, МВФ и так далее. Но по большей части все-таки эти финансы идут на поддержание именно правящего класса и на то, что правящий класс сделает какие-то формальные реформы. Вот, ну, реформы не то, что это происходит, на самом деле трудновато назвать, ну, вот он как бы имитирует вот эти реформы и отчитывается перед международными институтами о том, что у нас проходят, значит, какие-то, то есть идут реформы. То есть, получается так, изменилось направление капиталов, но, к сожалению, вот эта экономическая модель, экономическая модель, она не поменялась. То есть, скажем так, Украиной сейчас фактически управляет примерно 30 человек, которые, в общем-то, и определяют внутреннюю политику государства. Ну, конкретно, например, тут можно привести такие факты, как, значит, необоснованные, несправедливые барьеры на стомаживание автомобилей. Вот, потом, драконовские законы, касаемые иностранных инвестиций в Украину. Вот, и действительно, вот вы, когда, например, потеряли работу, чувствуете, что ваши доходы падают, вот, да, то, соответственно, вы начинаете думать, почему же вот это такое происходит. А происходит это, на самом деле, по трем факторам, вот, как бы, коренная причина всего. Вы не ищите здесь никаких теорий заговоров, здесь нет, именно, скажем так, во внутренних делах. Здесь всего лишь срабатывают три фактора. Это глупость, трусость и алчность представителей правящего класса. Я называю этих лист представителями правящего класса, почему? Потому что, ну, я не могу, например, назвать их элитой. У меня язык не поворачивается, потому что, к сожалению, пока еще украинская элита не сформировалась. Украинская элита формируется. А вот применительно к терминам представителям украинской элиты, я бы назову, естественно, это волонтеры, журналисты, которые противостоят здесь, в Украине, российской пропаганды, добровольцы, которые, значит, принимают участие в обороне Украины от российской агрессии. Вот это и есть элита. Это действительно элита украинской общества и украинской нации. А олигархат, скажем так, ну, я назову его более корректно правящий класс. Ну, отыщи от Михаила Саакашвили, который называет их, скажем так, барыгами, я буду просто мягко называть, назову этих лиц правящим классом. Вот, значит, и таким образом, благодаря вот этой экономической модели, которая в Украине создалась, да, происходит экономический кризис. И этот экономический кризис, который сейчас создался, он искусственный, в первую очередь. И создался по трех причинам. Это алчность, трусость и глупость правящего экономического класса в Украине. Почему? Потому что, скажем так, они боятся открыть украинские рынки для иностранных инвестиций. Так как, ну, это вызовет конкуренцию, и они просто в этом смысле боятся потерять источник своего обогащения. Вот, хотя, опять-таки, мы можем с вами обратиться к конкретным примерам. Вот наши близкие страны. Это Словакия. 1998 года, во время правительства Миколша Зоринза, это бывший премьер-министр Словакии, Словакия открыла рынки для иностранных капиталов. И сейчас это государство является одним из самых динамично развивающихся государств Европейского Союза. То есть, в принципе, среднестатистический Словак, в отличие от среднестатистического украинца, по различным критериям живет примерно в 10 раз лучше, чем среднестатистический украинец. И то, обратите внимание, это маленькая Словакия государство, государство с 5,5 миллионов населения, которое находится на территории, где 70% составляет горная местность, и еще несколько процентов это территория высокогорья вечной мерзлоты, где нет выхода к морю. И сравните Украину с ее потенциалом человеческим, территориальным, геополитическим, климатическим и так далее. Вот по всем этим критериям, при нормальной экономической политике, которая бы смогла осуществляться Украиной, Украина уже за 20 с лишним лет, так называемой независимости, могла стать ведущим европейским государством, но приблизительно на втором месте после Германии. Потому что Украине для этого есть все возможности, нужно только провести реформы, модернизировать страну. Следующий пример, это Польша. Времен Лешика Бальцировича, так называемые шоковые реформы, которые там проходили. И поляки тоже таким же образом поступили. Они, в общем-то, даже прав, кстати, Михаил Саакашвили, когда в своем интервью он говорил, что ездил в начале 90-х годов в Польшу, и Польша в чем-то жила хуже, чем Украина. Да, действительно, это было такое. И у Польши нет такого потенциала, нет таких возможностей для такого хорошего экономического развития, как у Украины. Украина намного больше обладает потенциалом. Но поляки также открыли рынки, модернизировали свою экономику за счет иностранных инвестиций. И третий пример, это совсем как бы близкий, Грузия, времен Михаила Саакашвили. Когда пришел Саакашвили к власти, что они здесь делали, первочередные меры какого было? Грузия приняла так называемый акт экономической свободы и полностью открыла свои рынки для иностранных инвестиций. И поэтому уже на второй год своего президентства Саакашвили отказался от различных иностранных кредитов, от МВЭХ и так далее. И Грузия на всем бывшем постсовковом пространстве стала одной из стран, где по простоте, скажем так, и самым лучшим условием ведения бизнеса. Это, между прочим, важно. Именно при Саакашвили осталась полиция без работы. Но суть заключается в том, что так дальше жить нельзя. Мы подошли сейчас в Украине к такой ситуации, когда все хотят перемен. И верхи не могут, и низы не хотят. И это, кстати, очень хорошим индикатором того, что мы находимся в эпоху перемен, является приезд Михаила, возвращение Михаила Саакашвили в Украину. То есть мы видели, когда он вернулся в Украину, как встречал его народ и в Ивано-Франковске, и сначала во Львове, и в Ивано-Франковске, потом в Днепре, в Запорожье и в других городах, как последний город Черкасс. Причем, обратите внимание, если центральные государственные власти в Киеве препятствовали его возвращению, то, наоборот, региональные власти во многом создавали все условия для того, чтобы он выступал, общался с народом, ну, и различными способами, там, гласно-негласно, его деятельность здесь поддерживает. Это как раз и свидетельствует о том, что мы постепенно подходим к той ситуации, значит, когда может произойти с большой вероятностью раскол правящих элит. Потому что, ну, я опять-таки говорю, я не буду называть их элитами, это элиты, я называю их в обществе, ну, принятом смысле, а это я называю их просто правящий класс. Вот так называемые украинские олигархи. И, смотрите, у украинских олигархов на самом деле существует четыре врага. Я вам сейчас их перечислю. Первый враг – это Путин и российская агрессия. Потому что украинский правящий класс понимает, что там, где идет война, российская оккупация, их места нет. Путин поставит своих шестерок, марионеток. И вообще сейчас Кремль поменял тенденцию. У него задача, если раньше была просто оккупация Украины, то теперь задача уничтожения Украины как государства, использования ее в качестве военного полигона против войны со всем цивилизованным миром. То есть война ради войны – это вот девиз Кремля, то, что Кремль намеревается осуществлять против Украины. Это с одной стороны. С другой стороны, западные партнеры. Ведь, обратите внимание, и в руководстве Соединенных Штатов Америки, и в Евросоюзе недовольны тем, как в Украине проводятся реформы. И такая здесь в результате деятельности правящего класса сложилась социально-экономическая ситуация. Поэтому, естественно, представители правящего режима встречаются на различных площадках с зарубежными коллегами в Брюсселе, в Белом доме, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, на различных международных мероприятиях. И, естественно, зарубежные коллеги постоянно им говорят, что правящему украинскому классу слушать это, естественно, неприятно. Третий фактор, и, я думаю, это основной и главный, это, естественно, народ и граждане Украины. Потому что мы видим, да, сейчас, конечно, не наблюдается каких-то массовых протестов, но протесты идут локальные. То есть где-то что-то, кто-то протестует, значит, ну, скажем так, но в любом случае просто ситуация такова, что это в конце концов может просто вылиться в массовый протест. И предпосылки для этого всего есть. Потому что на самом деле ситуация может измениться только тогда, когда большинство украинцев, скажем так, когда создастся впечатление, да, что большинство украинцев хочет перемен. И четвертый враг у украинского олигархата, это сами их олигархи. Потому что, скажем так, консенсус, который складывается здесь между представителями правящего класса, вот этими условными 37 людьми, которые отвечают за внутреннюю политику Украины, он по большей части условный, нежели какой-то там конкретный. И опять-таки, если, значит, создастся впечатление, что большинство украинского общества хочет перемен и выйдет на, то есть будут выдвигать какие-то протестные требования, то эта ситуация снизу, она усилит раскол в верхах и раскол так называемого правящего класса. И тогда, значит, ситуация будет изменяться. Требования людей, они будут приняты. Ведь, более того, я хочу сказать, что и сейчас, например, часть правящего класса, который здесь, скажем так, думает, чем опять-таки отличаются представители правящего класса. Потому что одни, их, к сожалению, пока большинство здесь в Украине живут одним днем, то есть используют как бы сложившуюся ситуацию для личного обогащения, обогащения своих детей, родственников и так далее. То есть просто занимаются вот таким вот неким феодальным эксплуататорством рабочего класса здесь, в Украине. Другая часть понимает, что с нищим народом в одной стране, когда нету еще среднего класса, жить опасно. И они понимают, что не вечно, что у них там дети, внуки, что они будут жить не в Париже где-то там, не в Лондоне, а именно в этой стране. Поэтому они, скажем так, стараются в этом смысле ограничить свои аппетиты и направить какие-то усилия или, скажем так, не препятствовать тому, чтобы в Украине действительно происходили настоящие полноценные административные реформы. Но на самом деле, как будет изменяться ситуация, мы увидим с вами на примере, значит, митинга, который запланировал Михаил Саакашвили на 17 октября этого года. Ведь на самом деле, вот смотрите, Евромайдан начался в связи с тем, что не было подписано соглашение, потому что Янукович кинул, не подпишал соглашение между Украиной и Европейским Минусоюзом о свободной торговле. Это требование Майдана было выполнено. Причем, значит, вот эти, ну я их действительно называю вещества именами, это Янукович и Азаров, это оккупационный был режим, путинский. Они ушли к своим шестеркам туда, то есть они ушли к своему бубвозу туда, в Россию. Янукович и Азаров, они отсюда убежали. Но, опять-таки, та, вот опять-таки, модель экономическая внутренняя, она не поменялась. А Михаил Саакашвили, что он предлагает, да? Вот есть вот это требование, значит, политические требования Михаила Саакашвили. И его требования, он буквально три требования предлагает. Это создание антикоррупционных судов, которые препятствуют, ну, правящему классу невыгодно, кстати, создавать, потому что коррупция, на самом деле, это одна из достаточно распространенных и широких форм обогащения украинского альгархата, это, в общем-то, деньги, которые делаются на создании искусственных проблем людей, людей фактически без воздуха. Вот, потом, второе требование, отмена депутатской неприкосновенности. И третье требование, это принятие новой избирательной законы. Но, я вам хочу сказать, что эти требования, которые предъявляет Михаил Саакашвили, вот, они на самом деле не полны, и я хочу вот просто вас спросить, если кто дополнит меня, да, вот, вам такой задать вопрос, а в чем заключается неполнота требований Михаила Саакашвили, что он здесь не указывает главного, какая его, скажем так, в этом смысле ошибка, ну, применительно к украинской ситуации. Это риторический вопрос, может, на него сразу ответить. Нет, это вопрос не риторический, а конкретный, абсолютно. Но я не думаю. Причем это то, что происходит в демократических странах. Значит, в повестке требований у Михаила Саакашвили отсутствует пункт об отзыве депутатов, то есть о политической и конституционной ответственности депутатов за неисполнение предвыборных обещаний. Потому что, действительно, в чем заключается украинская политика, пользуясь свободой слова, демократическими процедурами, депутаты, будучи кандидатами, обещают одно, но то, что они обещают, они это, а, или не выполняют в большинстве своих случаев, как показывает политическая практика. Нет, он говорил где-то на встречах с людьми, что где-то в этот пункт тоже будет. Ну, вот, по крайней мере, я этого не говорил. Я слышал. Да. А, кстати, я хочу сказать, что во многих демократических государствах, там, скажем так, в государствах состоявшихся демократии, обязательно существует процедура отзыва депутата за неисполнение его предвыборных обещаний, да, либо за то, что он осуществляет свои депутатские полномочия недлежащим образом, то есть, ну, не приходит на заседание, вот, не участвует в законотворческой и законопроектной деятельности, вот, не встречается, то есть, разорвал контакт со своими избирателями и так далее. И это условие по Украине это важно, потому что именно, я объясню ситуацию, это одно из ключевых требований, потому что она заставит быть политиков, а, более ответственными, и второе, что они будут менее зависимы от правящего класса, ведь на самом деле, как происходят выборы, вот, в Украине действительно бывает такое, что люди голосуют за гречку, и даже сами олигархи, они, в общем-то, формируют парламент, поэтому приходят депутаты, те, которые не имеют, ну, вот, последний созыв и Верховный Рад, да, то есть, люди пришли вообще абсолютно без политического опыта, юридически не подготовлены, вот, произошел разрыв между, в основном, между большинством депутатов и их избирателями, вот, то есть, и власть не слышит людей, вот, а люди не слышат власть, и это на самом деле очень-очень-очень серьезная проблема. Но, опять-таки, смотрите, что, значит, предлагается Акашвили, ведь он же сам не идет во власть, нет, он не идет, вот, он хочет быть депутатом в украинской власти, нет, он хочет быть президентом, нет, он лишь требует от власти, отмените депутатскую неприкосновенность, примите новый избирательный закон, потом, создайте антиокрупционные суды, то есть, он настаивает и борется только за требования за изменение системы, но сам он во власть не идет. И потом, скажем так, вот, и Тимошенко, и бывший председатель службы безопасности Украины Натальеваченко, и еще иные лица, которые объединяются сейчас, формируются вокруг Саакашвили. Что это такое? Это представители протестных колец. То есть, опять-таки, что вот в этом смысле Саакашвили поступает абсолютно правильно, потому что он формирует недовольных лиц, которых фактически, ну, с каждым днем становится все больше в Украине. И, опять-таки, вот, если мы будем говорить примитивно к Саакашвили, то он, уже, так сказать, обладая огромным политическим опытом, все-таки был 9 лет президентом Грузии и полтора года главой администрации Одесской области, вот, он уже понял, он уже чувствует, да, когда наступает время перемен, ну, как опытный политик. И, действительно, он уже получил очень серьезный ожог на вот этой вот внутренней украинской политике, на на том, что... Так что я, единственное, ну, подытожить свое выступление могу сказать так, что нас ждут времена перемен. Мы подошли к такому, значит, периоду, когда верхи уже не могут управлять. Вы видите, да, что фактически административные реформы в Украине прекратились. А почему они прекратились? Я вот тоже подытоживаю, да, хочу и на этот же вопрос ответить. Потому что, если административные реформы будут дальше продолжаться, Украина создаст нормальные инвестиционные условия, инвестиционный климат, допустим, принесут зарубежных капиталов, то это существует риск для правящего класса остаться без кормушки. Вот поэтому, значит, в этом смысле экономическое развитие Украины приостановлено. Ну, это вот то, что я вначале со своей лекции говорил, приводил данные, значит, официальные департаменты статистики Украины, почему вот, то есть, об этом свидетельство дано. То есть, иными словами, что действующему, ну, большинству, скажем так, не всем, но вот, большинству представителей, значит, действующего, правящего класса Украины невыгодно проведение административных реформ, поскольку это влечет их риск по потере капиталов. Но такая ситуация, в силу того, что мы живем уже в постсовидустральном обществе, в 21 веке, она продолжаться не может. И она вызывает у людей, значит, естественную реакцию, естественную протестную реакцию. Ну, например, еще вот, когда там, скажем так, вот прошлый год, да, и позапрошлые годы нам говорили, идет война, большие деньги тратятся на так называемую антитуристическую операцию, подтяните пояса. И народ был с этим согласен. И более того, наш народ, украинский, он готов много терпеть, долго терпеть, но подтянуть пояса и так далее, потому что все люди все понимают. Но люди не могут понять следующих факторов. Хорошо. Значит, у меня есть, там пусть, скажем так, он купил новую фабрику, новую фабрику, но ты купил новый айфон. Ну, вроде как бы ему там положено, он там может, он там термпором, у него капитал. Почему? Потому что, в принципе, иными словами, я скажу так, олигархия, она существует во всех странах. И олигарх это, в принципе, ну, относительно нормальные явления, относительно нормальные явления. Но такой вид олигархии, как здесь в Украине, когда олигарх влияет на политику, на политическую и на политику, а вместе с тем на экономику и на различные социальные внутренние процессы. И когда, значит, бизнес не отделен от власти, вот это самое ненормальное явление. Потому что любой бизнесмен здесь может быть властью и диктовать через Верховную Раду, депутатов, органы власти, спецслужбы, навязывать своего. Вот это самое страшное и опасное явление, просто что здесь происходит в Украине. Поэтому тогда, когда, значит, он мог покупать себе новую фабрику, а ты мог покупать себе айфон, это как-то еще укладывалось в рамки справедливости. Вот. Когда, вот, но, например, сейчас мы видим, да, и множество существует примеров, когда, скажем так, когда, скажем так, бойцы АТО, там, на которые охраняют, обороняют нашу страну от российской агрессии на востоке Украины, они могут какими-то там, ну, скажем так, бытовыми вещами быть обеспечены, спят в окопах, и тут вдруг при всем этом у командований, каких-то генералов строится новая дача. Вот. Или, значит, скажем так, он покупает новую фабрику, а ты уже себе не можешь позволить купить новый айфон, потому что у тебя нету финансов. Вот. Или, например, скажем так, какой-то правящий олигарх покупает новую яхту, а ты не сможешь себе уже купить новый костюм, потому что ты откладывал деньги, а тот раз из-за повышения цен уже той суммы не хватает, и тебе приходится занимать в долг, и так далее. И именно вот на таких вещах, на таких вещах, когда, значит, происходит в обществе социальная несправедливость и социальное расслоение, именно вот эти факторы, они являются источниками протеста. Вот. Ну, в принципе, я уже, так полагаю, закончил. Спасибо за внимание и жду ваших вопросов. Мы напоминаем вам, что это был Юрий Шулип, директор Международного фонда эффективной демократии. Вы смотрите телеканал 7, ТБ7. Несколько вопросов, Юра, от меня. То есть, ты согласен с тезисом, да, Михаила Николаевича Саакашвили о том, собственно, чем отличается Польша от Украины? Там нет коррупции или там мало коррупции и нет олигархов, а в Украине есть коррупция, много коррупции и много олигархов. Значит, здесь вопрос немножко принципиальный, я постараюсь на него ответить точным ответом. И в Польше, не только в Польше, и в соседней Словакии есть олигархи. И в Словакии, и в Польше тоже имеется определенный небольшой уровень, ну, детский уровень, скажем так, по сравнению с Украиной, коррупции. Потому что нету идеальных стран, в мире, ну, давайте, ну, будем смотреть трезво на вещи, не существует. Но в Польше и в Словакии олигархат отделен от политики. То есть, деньги отделены от политики. И самое страшное в Украине это то, что олигархи влияют на политическую и вместе с ней социально-экономическую ситуацию. Вот, например, я... у них СМИ, у них партии... Да, да, да. Вот, конечно. Вот, например, я объясню... Вот, недавно, вот, значит, в прошлую пятницу в Киеве был международный экономический форум, который проводил фонд «Покой науках и Миндукрица». Я очень рад сотрудникам, что меня запросили. Я на этом форуме выступал, тоже как бы у меня было такое небольшое выступление. Я рассказал об автомобильных мафиях в Украине. Но, как известно, в Украину нельзя... То есть, возить можно сроком на 5 дней, но нельзя осуществить таможенное оформление автомобилей, которые, значит, не соответствуют стандартам в Европе. И это привело к тому, что цены на легковые автомобили самые дорогие в Украине на всем европейской пространстве. Даже дороже, чем в той же самой колониальной России, путинской и в Белоруссии. Автомобиль, который, скажем так, в Словакии можно купить за 200-300 евро, еще на нем ездить несколько лет, особо туда не вкладывая. В Украине он стоит от 200 до 1300 евро, соответственно. То есть, цена как минимум в несколько раз выше, чем в странах Евросоюза. То есть, это специально создаются такие античеловеческие драконовские законы, чтобы доить и выжимать деньги с людей. Просто почему? Вот мы, кстати, на этом форуме еще, я немножко отвлекусь, обсуждали, значит, барьеры, которые существуют как в России, как в Украине. Вот Андрей Николаевич Иларионов, он тоже в свое время занимался реформой. Так вот, оказывается, выяснилось, что в России, да, при всей вот этой вертикали, при всей вот этом давлении ФСБ и так далее, меньше на самом деле существует налогов для бизнеса, чем тут в Украине. То есть, иными словами, получается так, что в России просто есть больше возможности украсть, поэтому там вот эти путинские генералы ККБ, которые стали сейчас олигархами и МВД, они как-то, скажем так, жируют удовольствие этим. А в Украине меньше, нет тут газа, нефти, да, в Украине тут особо нечего, поэтому, соответственно, с одной стороны, вот чем, кстати, еще пагубная ситуация в Украине, потому что, с одной стороны, создается искусственный дефицит, благодаря тому, что олигархи не хотят пускать сюда иностранные инвестиции, а с другой, они просто эксплуатируют людей и с помощью налогов, различных там, поборов, там, закоммунал, и так далее, выжимают у населения деньги. Вот и все. То есть, в Украине больше регуляций, чем даже в России? Да. Как мы говорим, в мордой. Ну, в этом, да, в плане различных налогов и сборов, да. Здесь, в этом смысле, больше. Но, понятно, да, здесь меньше, здесь больше порядка в Украине, здесь меньше давление спецслужб. Здесь, в этом, конечно, есть плюс. Слушай, а вот тебе не кажется, что вот олигархи, о которых ты говоришь, которые враги Путина, ну, я вот прям сразу на скидку вспоминаю сейчас, кто же враг Путина. Может быть, Медведчук, кум Владимира Владимировича или там Ахметов, который Путину сдал, Донецк с потрохами. Может быть, они все-таки его, как Юра считаешь, меньше боятся, чем собственного народа украинского. Потому что Путин Путин, с Путиным можно договориться. Если будет время, то историю расскажу, как я покупал клавиатуру и чего производство она оказалась в результате. Я думаю, китайская. Нет, не китайская. Вот, украинская. Клавиатуру, представляешь? Пошел в ближайший магазин, купил клавиатуру. Открываю паспорт, он весь на украинском языке. Вопрос. Торгуем, воюем? Или это белорусские кривики? То есть, через вот так вот. Через Белоруссию к нам в Россию товар из Украины заводится, потому что связи уже налажены, старые. Вот. И олигархи, они все-таки, может быть, больше боятся украинского народа, который, если придет, так сказать, если проведет своих людей в парламент, то спросит, откуда у тебя вот это, вот это, вот такая яхта, вот это, вот эти дела, вот эти дела, может быть, стоит, как ты считаешь, может быть, стоит, ну, сказать, ребята, вот, ну, по-моему, Саакашвили тоже озвучивал. Мы приходим к власти, там наши люди приходят к власти, и мы вам даем аммистер. Верните в бюджет сворованное, вот, оставьте себе сколько-то там на жизнь, и мы вас даже не посадим в тюрьму. Вы не бойтесь. Ну, в принципе, я постараюсь тогда ответить на эти два вопроса. Первое. Кого боятся вот эти олигархи, о которых ты сейчас упомянул, это представители пятой колонны Украины, Новицкий, Медведчук. Конечно, они больше боятся, естественно, собственного народа, чем Путина. Но у них также есть страх и перед Путиным, потому что я препятствую Путина, и они тоже изучили психологию этого человека. То есть, когда Путину нужно, он, конечно, в России, скажем так, тот бизнес, где они ведут, он, ну, закрывает на это дело глаза. Но, когда ты перестаешь быть нужным Путину, он просто размажет и уничтожит. Вот и все. И не посмотрит. Так же, как вот было в Донецке, когда там тоже, так называемый, вот, произошел раскол местного правящего класса, когда часть правящего класса предала Украину, стали коллаборационистами, перешли на сторону Путина, и где они сейчас находятся. А мне кажется, они послужили Путину так верой и правдой, как Абрамович, например. Вы что изволите? Дайте нам только воровать и все. Нет, но дело в том, что вот эта пятая колонна, которая Украина, она уже научена тем горьким опытом, который произошел в Донецке и в Луганске с теми их, так называемыми, младшими товарищами. Вот. Поэтому, конечно, они боятся больше народу, но с другой стороны, они находятся в зажигной ситуации. Они также боятся и Путина, потому что он непредсказуемый. То есть сейчас он им не позволяет что-то вести, заниматься какой-то украинской деятельностью. А в каком-то, скажем так, в том случае, если он войдет в Украину, он войдет в своих людей. Конечно, да. А их подвиняют? Питерские Бородки. Скажешь, Таруметов так быстро отсюда пошел. Да. Я завожу сюда Абрамовича, Рому. И Рома Абрамович открывает тут все супермаркеты в Киеве. Вот. И все. Да. Это абсолютно правильно. Потом, что касается амнистии капитала, здесь на самом деле вопрос достаточно сложный, так же, как и с иллюстрацией. Я допускаю, что какая-то частичная, скажем так, амнистия капитала, возможно, там, где капитал был приобретен не откровенно воровским путем, а, скажем так, путем злоупотребления в каких-то процедурах, там, в конкурсы, например, в тендерах. А вот, значит, там, где отсутствовало или несовершенство, было несовершенное законодательство, вот в этом смысле да. Но за монополизм нельзя оставлять, потому что вроде нет оснований. Да, дело в том, что, к сожалению, в Украине практически отсутствует антимонопольное законодательство. Оно, во-первых, здесь условное, и даже те нормы, которые, в общем-то, призваны регулировать антимонопольную деятельность, они же на практике не исполняются. А как ты считаешь, вот они вот, ведь все начиналось в тринадцатом году, как мы помним, Евромайдан, с того, что, как говорили, писали СМИ, украинские в том числе, консенсус олигархов. Говорят, что дальше жить нельзя, мы дошли до ручки, с Россией мы не сможем дальше развиваться, как государство. Надо идти в Европу и начинать играть по европейским правилам, одевать европейские фраки, костюмы, бабочки и становиться европейцами. Вот. И теперь снова откат. Вот ты постоянно называешь Путина больным человеком, психически нездоровым, человеком с криминальной психологией. Да, я просто рассматриваю Путина как специалист. Как ты считаешь, если они понимают, что, ну, как бы, ну, все уже, и продолжают воровать, значит, он как тот ежик, который ел кактус, кололся, плакал, кололся и снова ел. То есть, вот они что, они больные люди? То есть, они как алкоголики, которые вот пьют, они понимают, что у них печень отвалится, но они пьют и не могут остановиться. И они вот воруют, воруют, уже воруют, уже некуда деньги складывать, понимаешь, они все равно воруют, потому что не могут не воровать, у них что-то с головой. Значит, и в мотивах поведения присутствуют только три фактора, которых я уже употребил. Это, первый, алчность, второй, это трусость, и когда человек алчный и с одной стороны, да, и с другой трусливый. И возникает третий фактор – глупость. Вот эти три фактора, в общем-то, ими, скажем, сейчас движут. Поэтому Украина немножечко, скажем так, вот после Майдана сейчас, ну, очутился в ситуации такой некой, находится в ситуации плавной контрреволюции, да, то есть, когда вот олигархи сказали, ну, то есть, все, типа, ну, вот сейчас, точнее, они где-то там себе применяли невластные решения, все, сейчас реформу приостанавливаем. Украина опять становится токсичным государством по вот этим экономическим показателям, которые я перечислил, потому что рынки закрыты, на остальные инвестиции не поступают. А то, что идут, значит, эти транши МВФ, они, соответственно, поддерживают. И в Европу. Почему нет? В Москве осуществляется вот эта оглобля, ведь на самом-то деле в Украине уже, значит, три года, ну, уже, значит, даже больше трех лет аннексирован Крым. Это уже, по международному праву, война. То есть, Украина должна законодательно, значит, признать Россию агрессором и на, как в оккупированном Крыму формально, так и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Конечно, торговля с Ордло, да? Ну, естественно, да, и торговля с временно-оккупированными территориями, и с врагом-агрессором Российской Федерации. То есть, никакой не должно быть, естественно, торговли, прекратить максимально все экономические отношения, да, но самое главное, самое главное, создать, вот что я хочу, просто, ну, чтобы зрители понимали и всех, создать главное в Украине надлежащий инвестиционный климат, чтобы в Украину поступали иностранные инвестиции. Вот что главное, иностранные инвестиции. И, в принципе, Саакашвили прав в том плане, что потом можно потихонечку слезть. Украина, конечно, так, все-таки страна большая, да, почти, да, больше, чем Грузия. В 10 раз, чем Грузия по населению, да, и в силу запущенной ситуации Украина так быстро не сможет слезть. Ну, хотя бы там на год, на два года больше, но она должна уже уйти, в конце концов, слезть вот с этой вот иглой финансовой МВФ. Потому что ведь внешний долг из-за этого государства нарастает. Как потом отдавать? Получается, мы будем столетиями с международными институциями и рассчитываться за вот это все дело. А нужно, наоборот, создать вообще самый идеальный вариант, я, скажем так, подскажу экономическому правящему классу Украины, что самый идеальный вариант – это сделать так, чтобы Украина современная стала свободной экономической зоной для всей Европы. снять все барьеры, которые здесь существуют, и открыть дорогу европейскому бизнесу. Потому что и европейские наши партнеры, и поляки, и словаки, и Чехи, и самые ближайшие, и болгары, да, они во многом хотят заниматься бизнесом в Украине. Потому что, ну, в Европе им действительно тесновато, новый рынок. А тут, тем более, для Украины российские санкции – это очень благоприятно. Почему? Потому что иностранцы ушли с российских рынков, и в бизнесе, как и в любых других социальных структурах, не может быть вакуума. Соответственно, куда они могут перейти? Сюда, в Украину. Так создавайте условия, убирайте на эти самые лишние налоги, поборы, вот, и, значит, ну, соответственно, боритесь с коррупцией, чтобы никаких не было тут поборов со стороны, там, правоохранительных контролирующих органов. И все, и деньги будут. А потом уже, соответственно, с предприятий, да, вот, уже, которые здесь будут работать, там, у нас остальные предприятия, инвестиции, вклады, да, это же и рабочие места обеспечить, и будут здесь европейские продукты. Вот мы же видим, например, даже, ну, я не знаю, Валерт и был, вот, в местных магазинах. Здесь же не всегда можно купить, скажем так, тех европейских продуктов, которые вот в других странах там присутствуют, тоже, или, или, куда больше, да. Здесь вот такие скромнее намного и продукты питания, нет еще пока европейских продуктов, потому что закрыты рынки. И это просто очень-очень страшно. А что Украина может давать? Она может восстановить, восстановить тяжелую промышленность, металлургию, оборонный комплекс, который был мощным? Она не то, что может, она должна. Вот я, кстати… Сельское хозяйство, IT, технологии, туризм. Да, вот, я, кстати… Они одни из первых были. А? Апи-технологии и туризм одни из первых были. А те, технологии и туризм, которые сказали, вот из зала были первыми. Абсолютно правильно. И я, кстати, хочу привести пример. Крупнейший в Украине мариупольский металлургический комбинат «Азов-Сталь». И такой же крупнейший металлургический комбинат в Кощицах. В Польше, да? Нет, Кощиц – это Кощицкий край, Словакия. Это Словакия. Да. Что сделали Словакии? Они когда-то открыли свои инвестиционные рынки, значит, этот металлургический комбинат выкупила американская компания, модернизировала его полностью. И теперь Кощицкий металлургический комбинат выпускает больше продукции, чем мариупольский, он более экологичный, экономичный, роботизированный и приносит в бюджет страны прибыль, в бюджет Словакии прибыль намного больше, чем тот же самый металлургический комбинат «Азов-Сталь», которым владеет сейчас Ахметов. То есть получается так, Ахметов не заинтересован в модернизации этого предприятия. Сейчас мы обсудим по поступкам, без какого-то отношения к личности. Мы видим, что Ахметов продолжает выжинать. Из этого металлургического комбината никакой модернизации нет. Там советское оборудование, которое было в 60-70-х годах. То есть живет сегодняшним днем? Да, абсолютно живет одним днем. Продукции уже не конкурентоспособные. В Европе мало кто... Потому что зачем покупать, например, европейцам продукцию с Мариупольского металлургического комбината, когда в Кочицах делается все по евростандартам, там стандарты качества, стандарты эти, все соблюдены. И тоже никаких нет, так сказать, барьеров. То есть вот эта модель, иными словами, экономическая, которая сложилась сейчас в Украине, она просто мало чем отличается тем, что была до победы Евромайдана. И вот это главное зло, ну, как сказать, относится к главным зло, да, я считаю, конечно, на первом месте это российское агрессивное зло, безусловно. Но второе зло внутреннее, с которым нужно справиться, это изменить экономическую модель Украины. Ну и начиная с политики, да? Ну, к сожалению, мы никуда не идем. У нас еще остались так, да, терпеливые слушатели? Есть какие-то вопросы от вас? Нет, только мы должны слушать. Тогда перед последним вопросом, который я задам, у меня есть еще один вопрос, я хочу, пользуясь случаем, проанонсировать можно? Можно. Благотворительный вечер. Уважаемые киевляне, мы приглашаем вас в субботу 29 сентября в 19.00 в Медиахаб. Это метро Арсенальная, улица Арсенальная, Юрдом. Улица Суворова, дом 4, дробь 6. Дом 4, дробь 6, где пройдет благотворительный вечер. Вот я еще и кинорежиссер, я покажу свой последний фильм, он был номинирован на премию ЛАВА в России. И все средства от этого вечера благотворительного пойдут в поддержку АТО и в поддержку жителей прифронтовых районов. Есть такая замечательная девочка Аня Домбровская, которая занимается фандрайзингом. Вот, пожалуйста, вот они, элита Украины. Хотя она россиянка, у нее российский паспорт, у нее украинского даже нет. Она по рабочей визите работает. Да, она россиянка польского происхождения. Польского происхождения, да. Она на свои деньги закупает, чтобы вы знали, вот пачками, ну, со скидкой газету «День» и везет ее бойцам в окопы, везет ее в эти заброшенные деревни, которые каждый день обстреливаются в городки, в поселки городского типа, куда добивают только, добивают все каналы российского телевидения, где нет украинского телевидения вообще, люди не знают, что происходит в Украине, в Киеве. И, естественно, там нет никаких СМИ. Вот все средства от этого вечера пойдут на, пойдут Ане. Вот мы вот так будем заниматься потихонечку контрпропагандой, да, информационным сопротивлением. Еще раз, 29-го суббота, 19.00, Арсенальная, улица Суворова, дом 4, дробь 6, вход с двора, Медиахаб, подговорительный вечер. И последний вопрос, который я хочу задать. 30-е, по-моему, суббота. 30-е, по-моему, суббота. 30-е, это завтра. А, прошу прощения. Это 30-е, да? Да, что-то мы как-то отбились от жизни с этими конференциями. Да, 30-е, суббота, 30-е, последний день, значит, последний день, последний день сентября. 30-го числа, Медиахаб на улице Суворова. Дом 4, дробь 6. Дом 4, дробь 6. 30-е, конечно, да, не 29-е, 30-е. Приходите, пожалуйста. И последний вопрос, Юр, вот ты уже упомянул про 17-е октября, про то, что готовится Михаилом Саакашвили большая такая манифестация, большая акция здесь, в Киеве. Вот твой прогноз, что будет? Как это будет выглядеть вообще? Вот я вам не представляю. Понимаешь, Валер, дело в том, что украинская политика непредсказуемая. Любым методом, в том числе экстраполярным, трудно предсказать протестную активность. Но в любом случае, если Михаилу Саакашвили удастся, а я так понимаю, что сейчас сложились все предпосылки, когда верхи не могут, а низы не хотят, то если, значит, как в информационном плане, так и в протестном, что если, скажем так, выйдут на эти, то есть если будут не только киевские протесты 17-го октября, но еще будут локальные протесты в регионах, и создастся такое впечатление информационное, массовое, что люди действительно вышли массово, хотят перемен, то у правящего класса нет, значит, то именно вот под таким вот жестким давлением, если жесткое протестное давление, да, действительно эти изменения, действительно вот эти изменения, за которые борется Михаил Саакашвили, они возможны. Ну, а уже потом, после этих изменений, потихонечку, постепенно начнутся проводиться, ну, так сказать, действительно настоящие административные реформы, а не тот, скажем так, муляж, не та косметика, которая происходит сейчас. Сколько к банку должно выйти тысяч людей, чтобы это заметили внутри здания? Ну, как минимум, это должен быть митинг 100-120 тысяч, как минимум. У меня скромнее была цифра в голове, я думаю, что и 50 тысяч, это было бы уже заметно. Ну, 50 тысяч, это, конечно, бы, скажем так, им пощекотало нервы, но все-таки, на мой взгляд, это маловато. Хорошо, что это профинансировано отзывание, поэтому 50 тысяч не испугается, а 150 не испугается. Вот, но дело не в этом. Здесь, на самом деле, Саакашвили прав, в том смысле, вот, ну, опять-таки, я выскажусь его тезисами, он очень жестко говорит, да, что барыг и никто не будет защищать. И, действительно, значит, за вот этот правящий класс, потому что, во-первых, у Порошенко еще нету такого, во-первых, политического веса, да, он все-таки еще не набрал за вот эти годы своего президентства. Вот, и потом люди все прекрасно понимают, и та же самая, ту же самую социальную несправедливость, на самом деле, испытывают и те же нацгвардейцы. Вот пример, какое было сопротивление у пограничников, когда Михаил Саакашвили проходил границу. Да, фактически, условное было сопротивление. Вот, пришли люди, и пограничники-то особо не сопротивлялись, потому что люди понимают, что это несправедливо. И когда в сознании людей, в том числе и нацгвардейцев, и руководства, да, произойдет понимание несправедливости ситуации, то сопротивления протестам, да, не будет такого, тем более после Майдана. Ну что, спасибо большое за внимание. 30-е, да, я ошибся, надо будет в анонсе там переписать, я в Фейсбуке дал анонс, значит, и нашим организаторам тоже сообщить. 30-го мы встречаемся в Медиахабе, у нас в гостях был сегодня, мы были с Юрой в гостях сегодня, в этом прекрасном, на этом прекрасном телеканале, телеканале 7, телебачение 7. Это был мой друг Юрий Шулипа, директор Международного фонда эффективной демократии. Меня зовут Валерий Расставных, я российский операционный журналист. Всего доброго и до свидания. До побачення. До побачення. Субтитры подогнал «Симон»